Иди там чуть-чуть. Спит? Спит? Да. Сейчас пока тихо. Тихо, да, поэтому. Вот, сейчас уже шевелится, да, проснулся правильно. Тут всех снимают, так что просыпаемся, просыпаемся. Небольшие шумы и Лариса Владимировна улавливает движение малыша. Но это неудивительно. Всю жизнь она посвятила своему любимому делу – акушерству и гинекологии. Со школьной скамьи решила стать врачом. Говорит, случайно попала на практику в роддом, что и определила судьбу. Я пошла работать в роддом. Почему-то. Увидела объявление, требуются там санитарки. Хотела себя попробовать, пошла. И мне это очень понравилось. Мне сильно понравилась профессия, мне понравилось это таинство, таинство рождения. Но у нас здесь консультация таинства за рождение. Институт – практика в медучреждениях в Ромашкове и Жаворонках. С 97-го начала работать в Одинцовской женской консультации. А еще через несколько лет Лариса Владимировна стала ее заведующей. Вся трудовая деятельность связана с Одинцовской больницей. Сейчас она областная больница, уже растет. И поэтому тоже как дом родной. Я уже даже себя не мыслю без этого, без работы. Это очень трудно себе представить. Это вторая жизнь, можно сказать. И вот на прием уже приходят те, кто когда-то под чутким присмотром врача появился на свет. А большего счастья, чем зарождение новой жизни, новой семьи просто не может быть. Когда видишь счастливые лица родителей, особенно папы, когда приходят, да, они вот это, когда первый раз увидят, это надо видеть, надо смотреть на них, какие они, да, как они тут же меняются, какие у них глаза большие, широкие становятся, какая радость у них, потому что семья – это главное. Врач считает, что выслушать и поддержать молодых родителей – одно из самых важных умений в профессии. Но со временем у Ларисы Владимировны появился еще один вид деятельности. С 2004-го она является депутатом окружного совета и работает с населением не только по медицинским вопросам. Законотворческая деятельность, да. Ну и мы много принимаем участие в волонтерской деятельности, да. То есть это помощь, это поддержка, это, и сначала это были пенсионеры, мам, многодетные, да. Сейчас это вот в связи со своего, это большая помощь семьям, военнослужащих. Каждый день расписан по минутам, но когда занимаешься любимым делом, этого не чувствуешь, говорит Лариса Владимировна. Кстати, профессиональную династию продолжили и ее сыновья, тоже выбрав медицину. А фотографии счастливых малышей и родителей, которые с завидной регулярностью присылают врачу-пациенты, ее главный стимул в работе. Полина Бахова, Артем Ломоносов, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».